Привет! Сегодня мы поговорим вот об этом велосипеде. Нам о нем расскажут вот эти ребята. Это Дима Сметкин и Дима представитель компании Bike Level. Bike Level предоставил Диме этот велосипед для того, чтобы он доехал из Сочи по Владивосток. Это 12 тысяч километров и вот эта штука должна это выдержать. Bike Level всей своей командой, всеми своими наработками и идеями улучшили, заапгрейдили вот этот байк. Если коротко, то байк просто машина для того, чтобы преодолевать огромное расстояние. У него две батареи, усиленная рама, усиленный багажник. В общем, об этих всех нюансах ребята расскажут вам сейчас. Я ухожу за камеру и дальше ребята вступают в дело. Дима, расскажи вообще, что это за вел, откуда он взялся. Он же изначально был вообще синего цвета. Почему он теперь зеленый и сверху блестящий? Потому что это безопасность. Ехать далеко, ехать по дороге, это просто лучше видно. По факту, да, вел был синий. В общем, с чего все началось? То есть изначально был байк как бы с пробегом, с достаточно хорошим пробегом. Состояние было, ну, такое средненькое у него. Взяли мы его за основу, потому что у него есть две батарейки. Он подходит диме по размеру. У него есть багажник, у него есть амортизатор. Ну, в общем, это единственный байк из нашего ассортимента, который подошел под вот это путешествие. Дальше. С чем мы начали? Мы его раздели полностью, полностью до рамы. И начали красить. Помимо того, что он желтый, на камеру не видно. У него есть флюористентная краска, в полной темноте он светится. Дальше. По техничке. Мы стали собирать все по новой на него. Например, даже тот же двигатель. Мы сняли старый двигатель и поставили двигатель с маленьким пробегом. Тут пробегов всего 2000, для Боша это совсем немного. Мы стали собирать суперпрочные колеса. На это у нас ушло, наверное, месяц. Мы долго думали, какие же колеса сделать, чтобы они не развалились. Это очень жирный, очень тяжелый ободак сенем. Может, кто знает их конструкцию. Они тяжелющие, жирные, со сплошной задней стенкой. Хитро сочинять мы не стали. Мы взяли втулки Novotec. Обычно все втулки Novotec, 99% это поделка Китая на Китай. Это настоящие оригинальные втулки Novotec. Почему взяли их? Потому что на них все есть. Там все понятно. И самое главное, что у этой втулки идет стальной барабан. Электричка имеет больше момента, и алюминиевый барабан просто срезает иногда. Если очень сильные нагрузки, его просто можно срезать. Поэтому вот эта Novotec, она с остальным барабаном, и она должна всю эту поездку пережить. Суперсложная система по колесам. Не знаю, кто-то собирал или нет. Тут получился жирный сэндвич из разных бронебойных материалов. Там стоит сначала толстая камера. Сверху камеры стоит вот как есть Кашкор. А это Кашкор для камер. Это такая вспененная штука. Повторяет форму камеры. Толщиной, наверное, где-то сантиметром. Может, где-то плюс-минус. То есть камера находится в коконе. Сверху идет лента бронебойная, а сверху уже идет покрышка. Тоже как бы у Швальба считается бронебойной. По сути, там вот такой ценыч. Но по нашим расчетам мы постарались так, чтобы эта штука доехала без пробитий до самого Владивостока. Посмотрим. Такие электро и не только велосипеды вы можете приобрести на BikeLevel.ru с годом гарантии на батарею и мотор. Два магазина и мастерские в Москве и Сочи, где вы можете пощупать велосипеды или получить обслуживание вашего байка, его мотора или обслужить свои лыжи и сноуборд. Ссылка в описании. Мы взяли двухаккумуляторную версию, потому что прохваты могут быть большие, прохваты могут быть до 600 км, насколько я слышал, без подзарядки. Поэтому в данном байке есть две батарейки штатные и две батарейки будут про запас. Но в дальнейшем, если этого будет не хватать, будет еще две батарейки. Итого будет 6 батареек на борту. Потому что байк получился достаточно тяжелый. Сколько? 85 кг. Ну, в общем, байк получается тяжелый, не аэродинамичный. Ну, мотор будет помогать. Есть люди, которые думают, что я жму кнопку и я еду. И он сам едет. Да, то есть это капитально прям не то. То есть это велосипед, который помогает мне крутить ровно в те моменты, когда я кручу, увеличивая мое педалирование. Да, это бошевский двигатель. Ну, генерация уже предпоследняя, скажем так, но она до сих пор еще актуальная. Суть в чем, что последняя генерация боша не поддерживает двухбатарейность такую. То есть вот этот мотор, Gen4SX, это последняя версия, когда две полноценные батарейки работают в паре. Последующая, это уже одна большая батарейка и дополнительная на раму маленькая. Поскольку здесь батарейки? Нижняя батарейка у нас идет 625 ватт, верхняя идет на 500 ватт. То есть у нас 1125 ватт получается на 36 вольт номинальное напряжение. Ну, в общем, в целом то, что стоит сейчас внутри, должно хватать в турбо-режиме. В турбо-режиме, например, Диме понадобится сейчас серпантина, когда первая и так далее. Километров 80 должно хватать байка в турбо-режиме с такой загрузкой на двух батарейках. При этих же батарейках в режиме эко, когда помощь мы уменьшаем значительно, ну, когда прямяки и так далее, те же две самые батарейки могут же хватать и 200, и 250 километров. Ого! Вот это куча, которую я с собой буду еще вести. Это кучка, пока кучка, да, маленькая. И эта кучка весит вообще немало. То есть вес этой батарейки, наверное, где-то килограмм четыре. Ну, три с половиной, по-моему, она где-то так. Зарядки усиленные, почему две? Потому что если остановка разряженных батарейки четыре, поэтому две шесть амперки, да, вот, например, две такие зарядки, заряжая две такие батарейки, ну, каждая батарейка за два часа заряжается с нуля до полного заряда. Два? Нифига себе. Два часа, да. Собственно говоря, весь велосипед мы зарядим двумя зарядками, ну, примерно за четыре часа. О, тогда должен доехать до Владика дней за 25. Ну, можно постараться. Также меня многие спрашивают, почему я не запараллелил батарейки. То есть, типа, чтобы они все у меня были на одной цепи, и вот я такой к заправке подъехал, один штекер воткнул, и сижу там восемь часов. Все четыре, все восемь заряжаешь. Так не получится. Это фишка Баша, и не только Баша, а всех европейских байков. Они отличаются от китайских, потому что все эти байки, как и машина, работают на кан-шине. Тут даже зарядка общается с велосипедом по кан-соединению. То есть, тут пока она работает и монитор с батарейками, и мотор с батарейками, и зарядка со всем остальным. То есть, это единая экосистема, которая работает по своему зашифрованному каналу. И если мы в эту батарейку внедряем что-то еще, батарейка это видит и сразу вырубается. Она выпадает в ошибку и говорит, я больше никуда не поеду. А в большинстве случаев настолько они вредны и баши, что если ты лезешь в батарейку и не знаешь некоторых секретов, как только батарейка видит в себе вмешательство, она просто выключается навсегда. И активировать ее больше никак нельзя будет. Что у меня дальше с электричеством? Что у меня за чип? Сняты ли у меня ограничения? Какая у меня максимальная скорость? Как и все европейцы, 25 км в час – это заводское ограничение. Мы поставили сюда самый на данный момент интересный чип. Он называется Volt Speed. Volt Speed – это немецкие чипы. В чем у них интересные особенности? То, что чип стоит, ограничение снято, байк едет теперь условно до 99, что как бы в теории только. Ну, 60-70 можно разогнаться. Самое главное, что этот чип не меняет показания спидометра и одометра. То есть ограничение снимается, а скорость показывается реально. На других чипах обычно происходят изменения. Тут такого не будет. Так, следующий ништяк, который сразу бросается. У него багажник. Я вижу, что он какой-то прям лютый, мощный, потому что он часть рамы. Он не прикрученный, он приварен. Это полноценная часть рамы. Так как здесь вот все вот это весом по 30 кг, обычный багажник под это просто не подходит. У них ограничение 25 кг. Ну, до 70 этот багажник можно прогружать запросто, и он просто за такую поездку просто не треснет и не отвалится от основной конструкции. Про сидение. У нас необычное сидение фирмы CQ-Lab. Немцы придумали вот такую интересную штуку, что сидуха делает вот так, и при этом ничего не отрывается, не ломается. Нужно для того, чтобы твой крестец двигался, и при этом... Ну, немцы считают, что так, типа, у тебя больше шансов куда-то далеко доехать. И есть вот такая вот штука, банальный подсидельный амортизатор для кочек. Жесткий, мягкий? Универсальный. На самом деле там заведомо вставляется пружина. Пружина сейчас стоит тут средняя по жесткости, но если ты толстый, тебе можно толстую пружину, можно тонкую пружину. Здесь стоит средняя. Дальше я вижу, что здесь какой-то хитро выдуманный вынос. Он регулируемый, и проблема регулируемых выносов, что они обычно слабые, что они при сильном ударе, залете в какую-то ямку, они просто обламываются. Этот вынос Эрготек – это самый мощный вынос, который бывает из регулируемых. Тормоза мы поставили доунхильные. Понаблюдав за этими тормозами, вроде мы пришли к выводу, что они пока что самые беспроблемные. Этот тормоз, он 23-го года у Срама. Это первый тормоз Срама, который стал не на доте, а на минералке. То есть у них тяжеленные жирные ручки, у них огромные калиперы, они четырехпоршневые. В принципе, мы так понаблюдали, это самый здоровый тормоз от Срама. Он как бы вообще не легкий ни разу, но вот это и не важно. Стали изучать самые жирные диски и поняли, что это диски Магура. Мы поставили их, чтобы их хватило до конца. Потому что те же самые диски, например, Shimano XT, как правило, они могут закончиться тысячи за три пробега. Нам это не подходит. Нам надо проехать 12 на одних дисках, поэтому вот эти диски Магура. По вилке. Вилка – это заводская, это вилка Сантур. Как бы это китайская вилка, но отдать ей должное, она в принципе неплохая. Работает она, конечно, не сравнится с той же Факсой, но она работает. Нормально. Передний багажник, его же здесь не было. Передний багажник – это отдельная история, потому что он сделан из четырех или шести других багажников. Достаточно жесткий вообще, как бы. Получился прям хороший. Такой прям. Собственно говоря, история какая? Мы взяли просто кучу багажников, привезли их в мастерскую и начали думать, что из этого состряпать. В общем, мы их нарезали, сварили, вроде что-то получилось неплохое. Что касается трансмиссии? Трансмиссия простая на самом деле. Мы сделали 10-скоростную трансмиссию, потому что там толще цепь, там толще звезды, и она просто дольше проходит. Какая его базовая цена? Это фирма E-Bike Manufacture, это немецкая старая контора, которая делает локально байки для своего внутреннего рынка, они даже их особо не экспортируют. Сам байк стоит новый, у них в районе 5000 евро, 5-5 500 примерно. Вот в такой комплектации его рыночная цена была в районе 500 тысяч. А дальше мы поедем еще его тестировать. Кстати, это вот первые полевые испытания нормальные. Не считая московского этого. Ну, московские у нас прошли не совсем удачно. После первых испытаний нам пришлось немножко все переделывать. Главное его не отпустить. Зармашиваем. А как бы вы заперли туда? Так, Дима тестирует, может ли эта штука ехать на заднем. Это неотъемлемая, важная часть пути в Владивосток. Не, ну сумки хорошо привязаны. Круто есть то, что сумка не поворачивается, ведь с рулем ты не понимаешь, что простой замор. А. Нормально. Так, пробуем запасные батареи. Работают ли они? Ну, она включилась, как минимум. И прям загорелся. Велосипед работает. Но поедет ли? А почему у Димы вообще он может не поехать на запасных батареях? Ну, потому что прошивка батареи не совпадает с прошивкой двигателя. И она может запросить обновить меня до уровня велосипеда. Муравей полет нормальный. Пока что. А здесь просто... Жесть! Тут миллиметров пять. Что? Вон, кстати, вот туда батарейка вставляется. Просто жесть. Что было? Слушай, ну он вообще толстенная мразь. Давай. Представляем следующую, да? Тут тоже зеркаль, что ли, как бы, на своем месте. А уже этим летом вы можете вписаться в однодневные туры на электричках по побережью. По самым живописным местам и трейлам города Сочи. Приглашаем вас в электровелотур в Сочи. Подробности по ссылке в описании. В общем, я встретил Диму уже на его 0-0-0-0-3 процента пути. Вот здесь, в центре Сочи. Он уже прикрутил, получается, из Адлера в Сочи. Мы сейчас с Димой проедем его первый перевал, Мамайский. Там будет такой затяжной подъем. И потом, ну и спуск. Стоим, дышим, переводим дыхание за водичкой и в путь. И в путь. И в путь на первый перевал Сметкино. Перевал Сметкино. Перевал Сметкино. Оттуда вернется лишь один, я. Потому что Сметкино поедет дальше в Владивосток, а я вернусь домой. Какие первые впечатления от первого подъема и первого спуска? Слушай, ну я вообще ни хрена не понял. Потому что я пытался что-то накрутить на руле. У меня почему-то велокомпьютер, ну мой родной базовый, почему-то обнулился на 40 километрах. Я ехал сейчас, знаешь, просто как бухгалтер. Я как будто пытался что-то написать, какое-то сочинение. И плюс я еду, такой, смотрю на дорогу, туда-сюда, на один компьютер, на другой компьютер. Так, а включено ли у меня GoPro? Так, блин, GoPro выключил. Та-дах! Яма такой, сука! А ты же там поехал, по каким-то таким мелким кочкам, и ты прям здесь заебрировал просто. Ну вот это да. Дикий воблинг начинается, я так понимаю, что где-то около 40 километров в час, наверное. На машине, когда едешь, в принципе, ты на этих перевалах устаешь, ну, наблюдать их, да? Ты когда на машине такой туда-сюда. А сейчас, получается, мне их надо не наблюдать, а прям проживать. Оставшиеся 160 километров. А на подъеме ты, получается, сначала эко включил, а потом тебе этого не хватило. 12 процентов. Да, хотелось что-то повеселее. То есть можно было и вкатить на эко, но это реально была бы уже прям, уже началась тренировка. Сейчас кручу тоже в эко, и, если честно, ощутимо. А Димасик крутит вот на такой мразюке в эко-режиме. То есть уже, знаешь, прям уже отдышка, я начал потеть. Вот, ну, тренировка в формате этого велосипеда, ну, не совсем прикольно, потому что и скорости не хватает. То есть руль такой, тулдык, тулдык такой в разные стороны. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, скорости как будто мало, да, тебе? Есть такое. Может, тур? Ладно. Ладно. Я подумал просто, неужели эко нивелирует даже в такой подъем вес? Что-то, мне кажется, нифига. Да не, можно было ползти. Да? Может, конечно, прям на сто процентов. Если в эко очень тяжело, то в туре, ну, типа, умеренно тяжело. Угу. А в туре запас хода сейчас показывает? Да, 71 сразу. 71. Со 120. А на джубге сколько? 144, думаю, и точно. Ну, вот тебе хватит на джубге, по идее, в туре. Потому что ты же еще вниз будешь ехать. Я желаю тебе удачи вообще в этом нелегком пути. Давай, спасибо. И я надеюсь, что он выдержит вообще все и не будет никаких серьезных баллов. Да, чтобы я выдержал все, чтобы все все выдержали. Тебе сомнений нет. Да и в железе особо сомнений нет. Все ремонтируется, если что. Спасибо за просмотр. Следите. Пока.